Привет Юра! Здрасьте вам! Здрасьте! Это твой корабль? Корабль это все-таки неправильно назвать эту конструкцию. Если так официально, то она называется Брандвахта. Слово какое-то дурацкое, на первый взгляд напоминает что-то там из пожарной практики. Брандмейстер и так далее. Но это официальное название, она в документах судовых. Да, это моя штука. Это же целый дом на воде. Ты здесь и живешь, как я понимаю. Получается так, сто квадратов под крышей. Правда тут еще на крыше еще стоит один маленький дом. Балок называется тоже. Так что почти двухэтажная конструкция в результате. Живешь не живешь, но сейчас живу конечно и месяца три полагаю. Может быть два с половиной, там по погоде посмотрим. Буду здесь, да. Привет, друзья! Мы находимся на Аби, на реке, на Великой Сибирской реке. Где-то севернее Томска, значительно севернее Томска, ближе к поселку Парабиль. Какая тут деревня рядом? Новосельцево. Новосельцево. Ближний населенный пункт это Новосельцево. 17 километров на лодке по речке. Здесь только водный транспорт, да? Только водный, по реке, потом уходишь в протоку, название которой местная еще не то Ханси, не то Манси, протока Кальджа. И по этой протоке до деревни Новосельцево, в общей сложности, я говорю, около 17 километров. Пойдем немножко отойдем от суммы. Пошли, отойдем. Я вижу тут рыбаки. Да, приехали друзья рыбачат. Одна лодка ушла туда пониже, на одной они прям здесь. С утра прям с берега поймали пару щучек и такие взбодренные, загрузились на эту лодку. К сожалению, третья лодка сейчас чуть-чуть подломилась, но мы с этим справимся. Но сегодня она работать не будет. А сам ты любишь рыбачить? Карасика на удочку. Здесь у меня коронная фраза. Вы сначала мне продемонстрируйте, что она клюет. После этого я тоже могу взять спиннинг. Но брошу я ровно пять раз. Если за пять раз ничего не поймается, то я начинаю разглядывать бабочек. Мне вот это вот кидание беспрерывное, оно меня не бодрит. Мне больше нравится по сторонам посмотреть, от города оторваться, подруковать здесь и так далее. Наверное, ветер сильный. Да-да-да. Потом послушаем, как задувает. Задувает. Сегодня, да. Да и последние несколько дней последних сильный ветер. Но когда ехали сюда, было прям совсем непросто. Сколько времени ты проводишь на воде? В доме на воде? Сколько захочется, столько и провожу. Много провожу. Я знаю, что не первый год. Каждое лето здесь. Ну, да. Ну, не только здесь. Я и в других местах. И пониже бывал. И на Таежную речку заезжаю. В этом году, может быть, поеду в октябре еще, посмотрим. Таежная, это имеется в виду километров 60, туда ниже 70 по Аби. Потом в Кеть, километров 15 вверх. И километров 120 по несудоходной Таежной речечке, там Пайдугина называется, в сторону Красноярского края. Туда, может быть, еще в этом году скатаюсь. Со всем этим хозяйством. Это удобно. Когда люди собираются на рыбалку, то вот эта процедура сбора, что нужно взять с собой, что не забыть, она мне очень не нравится. Поэтому от этого я избавлен точно. У меня с собой все. Даже дом с собой. Это как улитка. Ты с собой дом носишь. Да. Причем у тебя такой судоходный дом. Да. И тебе это нравится, быть такой улиткой. Мне нравится. Улитке, наверное, не нравится, но с чем-то похожим на нее в этом смысле нравится. Да. Все с собой, все свое. Начиная там, я не знаю, с чего там, с нормального туалета, с теплой воды, из крана, с бани, с душа, с ковров на полу, с помидор на крыше. Помидор, огурцов, редиски. Вон лоточки там стоят, отсюда, может быть, кто-то не видит. Вот. На палубе, на палубе цветочки тоже в лоточках, ну и так далее. А кто цветочки сажает? Столько сал. Столько сал. Это мое, прям вот, не скажу, хобби. Это кредо. Так, цветочек, это полезно, это правильно. Более того, в отличие от, может быть, многих других людей, которые приезжают на ту же рыбалку, там, с костром, там, с тем-сем. У меня даже на рыбалке, на столе, обязательно должна стоять ваза с конфетами, ваза с фруктами и ваза с цветочками. Ну, а как рыбалка без выпивки? Святая тема. Нормально все. Мы тут не сильно, не злоупотребляем, ну, честно говоря... Удовольствие себе не отказывает? Ну, конечно, да. Вот. Но все знают, что я человек занудный очень. У меня все должно стоять по своим местам. И ты даже, друг мой, уже с этим столкнулся. Слушай, а это как... Покрывало на диване, когда человек встает, должно быть тут же поправлено. Есть, капитан. А слушай, а почему у тебя ты в форме МЧС? Один хороший человек известный сказал фразу, которая тоже всем известна. Чем можно охарактеризовать Россию? Воруют. Воруют. Ну, и мне подогнали. Ну, это, может быть, скорее шутка. Конечно, продается там, хоть армейская, хоть МЧС. Ну, удобно. Она дорогого не стоила. Купил. Чего, случайно, ракетную установку не подогнали? Или без надобности? Рыбу глушить. Без надобности пока. Без надобности. Слушай, а вот ты водой ходишь, двигаешься по воде. А пешком любишь попутешествовать? Ну, вообще, бывали случаи, когда мне приходилось даже по тайге по полдня идти. И несколько лет тому назад я, когда вынужден был пойти, но лодка там подломилась в одном месте, надо было добраться. Я очень пожалел, что я пошел. Потому что за полчаса, в буквальном смысле слова, я пересек 10 медвежьих следов. Десять за полчаса к берегу. Я иду, естественно, по берегу. Песочек. А на песочке видно, причем не один, а тот же медведь потоптался туда-обратно, там, зигзагами передо мной. По размеру это разные были зверюшки. Я очень пожалел, что я пошел. Думал, пропади на пробном, я бы посидел бы там в неработающей лодке. И сообразили бы ребята, приехали бы все равно бы за мной. Не отпадемся. А, потому что ты был один и ты остался без движения, да? Ну, да. То есть это было путешествие не из желания, не из любви к природе. Ну, не из любви к природе, да. Но это такие моменты, которые бодрят. Ну, это не диванные истории, и мне это нравится тоже по-своему. Но живье медведи ты не видел? Ничего не видел. Видел, не единственное. Как-то не видел. Ну, в тот раз не видел. В тот раз обошлось. Ну, да. Ну, а что делать, если ты встретишься вот так лоб в лоб с медведем? Вот, коль скоро я не встречался лоб в лоб с медведем, то я и не могу ответить качественно на так сформированный вопрос. Только по рассказам других бывалых людей, преимущественно местных. Да. Поэтому у меня нет готового ответа. Что местные рекомендуют ты встречи с медведем? Ну, не бежать, понятно. Крикнуть погромче, взмолкнуть руками. На самом деле, любое практически животное, оно реагирует вот на такие движения. Ты становишься как бы больше его. Оно это видит вот именно так. Хотя, иной раз, даже сделав так, ты не становишься больше медведем. Особенно, который стоит на задних лобах, понятно. Слушай, а вот ты же городской житель. Да. Так, как-то мы встали. Пойдем, может быть, за эти, за кусты зайдем. Пошли. Сильный ветер, мне будет сейчас звук. Это очень хороший ветер, правильный. Ни одной мошки, ни одного комара, даже овода нет. Ну, это здорово. Это мне тоже нравится, очень нравится. Если чего-то я не люблю в лесу, то как это вот этих насекомых. Пошли, мужики. Поехали, ребят, никуда-то. А, они в Ласкинскую протоку пошли. Вот на той стороне Ласкинская протока. Там хорошие рыболовные места тоже. Ну, на одной лодке вчетвером, конечно, неудобно. Вот то, что вторая, точнее третья подломилась, в результате они вынуждены сегодня вот так вот. Ты вырос в городе, а время любишь проводить на природе. Почему? Так, фишки выпали. Просто почти случайность. К этому не было никакого целеполагания, там, устремленности и так далее. Просто после выхода Горбачевского указа о кооперации, у меня был зарегистрирован один из первых кооперативов в области, там, в десятке первых, буквально через несколько дней. И в этом кооперативе у меня было два теплохода. Я начал тогда по парике. Но мы там работу работали при помощи теплоходов. А что делали? Ну, возили товары на север, когда в 90-х годах система распределения рухнула, то в буквальном смысле слова люди в деревнях, которым нет дорог, они оказались отрезаны практически и без снабжения. Я помню прекрасно эту ситуацию, когда там приезжаешь в тот же Парабель, Каргасок, Райпотребсоюз, они сидят там в растерянности. Раньше-то их задача была какая? Чего-то посчитать, подать заявку на базу, приехать, получить и по магазинам развести. А тут вдруг бах, никакого распределения нет, значит, деньги платишь, ну и так далее. И получилось. То есть торговля к капитализму была не готова? Абсолютно не готова. Ну, фактически, вот первые несколько лет после начала 90-х, после того, как мы перевалили в другую общественную формацию, я снабжал как минимум 7 деревень, которые на Васюгане. Их просто бросили, и туда вообще никто не ездил. Я туда по несколько раз за лето приезжал на теплоходах, и мы там, значит, привозили туда продукты. Да, это коммерция, да, мы там что-то зарабатывали. Хорошо зарабатывали? Да нет, на реке так, на реке нет хороших заработков. А почему ты этим бизнесом занялся? Так, фишки выпали. Случайно, так случилось. Ты же вовсе не коммерсант, не по образованию, не по жизни. Так, для тех, кто не знает, для тех, кто не в курсе, Юрий Борисович Кувшинов, он кандидат философских наук. А время проводит на природе, и известный в некоторых кругах коммерсант был. Да, да, да. А сейчас как твоя коммерция? Так, какая сейчас коммерция? Ну, есть у меня кое-что, так сказать, что позволяет, что позволяет жить вроде бы не самым плохим образом. Ну, и слава богу, ну, чуть-чуть зарабатываю, ну, не сильно. Да и много, хватательного рефлекса нет, и его и не будет уже к моим годикам. Да. А на философию не тянет вернуться? Пофилософствовать, или тебе и так хватает? Не, мне и так хватает, и потом, ну, было время, когда я думал, может быть, действительно, взяться за докторскую, написать. Так, не скромно скажу, что, скорее всего, написал бы, не вижу ничего тут такого изряда вон выходящего. Ну, это действительно, это специализирует, этим надо уже тогда было бы и заниматься. Мне было интересно в тот момент немножко другое. Почему ты занялся о философии? Почему ты попал на философский факультет пошел? Это был какой университет? Ленинградский государственный имени А.А. Жданова. Какой-то там дважды или трижды орденоносный и так далее. Сейчас можно уже там, не знаю, у нас двойные фамилии есть, тройных фамилий у нас нет. Сейчас, наверное, можно было бы сказать имени Жданова, Путина, Медведева. Они учились в этом же ВУЗе. Почти в то же время, да? Ну, да, Путин чуть на несколько лет пораньше, Медведев чуть попозже. То есть ты их там не видел? Да и кто они были тогда? Обошлось. Ну да, если они были в то время. Ну, Путин в то время уже был сотрудником КГБ. Ну, что, всем известный факт. Ничего, кстати, из ряда он выходящего. И плохого вот в этом конкретно не вижу. Честно говоря, меня тоже, я когда закончил, я после окончания университета поехал в Семипалатинск. Это было единственное место, где было написано «Благоустроенная квартира». Ну, я там ее, кстати говоря, и получил. Так вот, в Семипалатинске, в тот год, когда я приехал, значит, один КГБшник застрелился, а один выбросился из окна. И у них не хватало, скорее всего. Ну, может быть, это ёрническая немножко в основку вопроса. Не хватало кадров. Молодой парень с приличным образованием, появившийся в Семипалатинске, мне было 23 года, меня позвали. Я даже проходил медкомиссию, хотя я не хотел туда идти, но отказать в лоб в то время, сказать, да идёте вы со своим КГБ, было как-то не принято, прям скажем. А какой год был? 79-80-й. Только что в Афганистан войска ввели. И я проходил медкомиссию, но я знал, что я её не пройду. У меня в тот момент, после интенсивных занятий спортом, у меня было перенапряжение сердца, когда я занимался плаванием. Ты занимался профессионально спортом? Я занимался плаванием, заканчивал до университета спортивный интернат, официально называл школу-интернат спортивного профиля Выборгского района города, номер 62 Выборгского района города Ленинграда. Вот такое название запомнилось на всю жизнь. И в университет-то попал, и именно на философский тоже. Мне было 17,5 лет, когда я поступил, ну, чуть больше в университет. Какая нафиг философия в 17,5 лет? Мне потом вообще мысль в голове крутилась, что надо вообще законодательно запретить поступать на философский факультет до 25 лет, например. Потому что это бред какой-то. 17,5 лет он философию учит. Да у меня девочки были на уме, и мотоцикл, у меня Ява была. Вот и вся философия. Ну, закончила я, кстати, неплохо, и на самом деле чему-то научили. В приличном месте, приличные преподаватели дают все-таки приличное образование. Ну, и как-то вот. То есть, ты пошел на медкомиссию, полагаю, понимая, что у тебя будет уважительная причина не остаться в КГБ. Да, я знал, что я медкомиссию не пройду. Поэтому я с легкой душой сказал, да, конечно, конечно, ну, давайте, че. Ну, между прочим, вот сейчас-то люди, ну, более молодые, не понимают всей подоплеки вот этого, да, в то время быть офицером КГБ, а у меня было на тот момент звание лейтенанта запаса, понятно, военная кафедра. Если ты идешь на службу, тебе сразу автоматом присваивается старший лейтенант, значит, ну, там надо было шестимесячные курсы, мне говорили, в Минск надо было ехать, шестимесячные курсы, там некоторая специализация. Контрразведка, значит, понятно. Ну, да, мне говорилось так, говорилось так, квартира, ровно в два раза больше зарплата, чем у преподавателя, у меня тогда было 120 или 125, сразу 240, квартира и старший лейтенант. И печь. 24 года старшим лейтенантом, ну, я не знаю, если бы там не дурковал и не занялся бы вот этим всем, то, может быть, какие-то звездочки к этому времени. И заслужил, да? И главно-срочная пенсия еще? Ну, да. Да. Ну, это что было, то было. Да. Ты сейчас, сейчас ты уже на пенсии, ты успел до досрочной, до отложения возраста, или до переноса возраста. Ты ощущаешь себя, вот, когда много лет назад, когда ты как раз был моложе, и пенсионеры казались какими-то древними людьми, как ты себя сейчас ощущаешь? Вот, немножко к этому с другого угла подойду. Вот, как-то так случилось, что я зампредседателем новосибирской организации «Яблоко», и у нас тут давеча была, на рекс-совете как раз обсуждался вопрос о нашем отношении, там, вот этой нынешней, нынешнему этапу пенсионной реформы. Вот, и я там как раз был за то, что мне понятно, что возраст надо поднимать пенсионный. Не принимаются мотивы мною, например, по которым это происходит. Вот у нас не из-за этого ведь сейчас происходит, а из-за того, что там не хватает, тут провал, там денег не хватает, пенсионерам достойно не можем дать. Вот эта мотивация мною не принимается. А то, что надо повышать пенсионный возраст, ну, надо, конечно. Ну, какое? Да мне походище нужно. И можно. Вот пенсионер. Ну, надо же пенсионер. У меня младшему сыну пять с половиной лет. Вот пенсионер. Пять с половиной лет? Пять с половиной лет. А внукам сколько? Ну, одному шесть с половиной, другой пять. То есть, у тебя старший внук, Верим, внук у тебя старше сына, получается, да? Пенсионер. Трое внуков, ну, точнее, два внука и одна внучка, трое внуков, при шести-то детях, да если они еще в папу пойдут, это только начало. У тебя в молодости были планы иметь столько детей? Ну, нет, конечно. Ух ты, стой, 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 стой. Блин. У нас тут. Чего-то надо. Иногда умудрится. У тебя в детстве были такие, у тебя в молодости были планы иметь столько детей? Хорошая поправка, потому что в детстве о количестве детей никто не думает. Ну, нет, конечно, это так. Ну, так получилось, так случилось. К этому тоже не было отдельного целеполагания. Так вот и так. Так вот и так. Ну, как ты, тебе это нравится много детей? Или как это? Или это просто жизнь не обстоятельства? Конечно, ну, это на самом деле вот непросто. Это же иногда так со стороны может выглядеть там. Ну, вот там, мужик, что, подумаешь, в конце концов, не рожать. Все дело в том, что они все, ну, может быть, чуть-чуть в разной степени, вот они все все в моей зоне влияния. Ну, да, одна дочка сейчас в Немечине. Замуж там вышла. Точнее, за нашего немца уехали туда. Да, один сын живет самостоятельно там в Челябинске. Ну, всех остальных-то их же надо. Они же сами не растут. Это достаточно дорогого стоит. А не в зоне твоего влияния, это ты на них влияешь или они на тебя? Что это? Да, и по-разному. И они на меня влияют, и я на них влияю. Я просто к тому, что, ну, так случилось, что это не в одной, как корректнее-то сформулировать. я не один раз был женат. Но даже если мы разведены, это совершенно не означает, что я где-то в стороне от детей. Ну, это совершенно не означает. Я, наоборот, я там, и дети не ощущают какой-то, такой уж, прям, оторванности. Да, я там, условно говоря, каждый день на диване перед ними не валяюсь рядом. Ну, и это вот ровным счетом ни о чем. Здесь они у тебя бывают на бродвахте? Да, конечно, конечно. У меня дочка одна из дочерей, но сейчас вот Настя, это вторая по возрасту, вот Маша самая старшая, первый сын, потом старший, потом Маша, потом Настя. Настя вообще со мной дважды ездила, она в прошлом году со мной здесь была. Другое дело, что, ну, более младшие, им еще, как бы, рано. А Настя сейчас, она закончила в этом году магистратуру, кстати, в Санкт-Петербурге тоже. Вот. По журналистике, кстати, коллега твоя. Ну, это саморочек. Ну, я понимаю, но профессионально-то, все равно коллега, у нее все получается, ее позвали в Роскосмос, вон, на Брандвахте календарик Роскосмоса, она там в календаре Роскосмоса появилась, ее позвали работать в Роскосмос, она еще в магистратуре училась. это к тому, что у нее, как это неудивительно, научная журналистика, специализация, не какие-нибудь там, моды там, как это иной раз бывает у девочек, научная журналистика, связанная с космосом. за искренне жавиды, мне бы тоже хотелось этим заниматься. Ну, да, ну вот, ее позвать-то позвали, и была полуторамесячная проверка, проверка ФСБ, многим тоже, наверное, это может показаться внове. Девочка, 23 года, полтора месяца проверялась ФСБ, а соответствует ли она высокому званию сотрудницы Роскосмоса? Бред какой-то, ну, просто бред, хотя, ну, определенная логика в этом есть, но дело-то в том, что ведь не соответствует, я-то тебе не говорил, не соответствует, сестра в Германии живет. А-а-а. Ну, это вообще из ряда он выходящий. И он, наверное. Это вообще из ряда он выходящий. Ну, ладно, там руководитель этого отдела, куда ее звали, значит, пошел, сходил там, так сказать, пообщались со службой этой внутренней безопасности, или кто там их проверяет, ей сказали, ладно-ладно, вы проходите, вот. Но, буквально через несколько дней пришел Рогозин, командователь Роскосмосом, у нас же вот недавно произошло это, отдел расформировали, каждый начальник начинает же с реорганизации, он же не может вот все это, чтобы там вот, и вот типа, ну, это и может быть, и слава Богу. Но не суть важна, то есть не дочка не переживает, и я нормально к этому отношусь. Вот. А скажи, вот то, что ты заканчивал философский факультет в бизнесе или в жизни, как-то в политике, которой ты занимался и продолжаешь заниматься немного, тебе это как помогает? У меня голова немножко по-другому устроена, у меня слог немножко по-другому устроен, иногда я прихожу в магазин, меня не хотят с первого раза понимать, а я не хочу по-другому разговаривать. Вот я буду разговаривать так, как я умею, и с той терминологии, которая у меня в голове, и под попиндосов подстраиваться не буду. Под каких пиндосов? Не под пиндосов, а под попиндосов, каковыми у нас является большинство населения. Мне нравится собачье сердце, и я абсолютно согласен с профессором Преображенским, я не люблю пролетариат. Я не люблю пролетариат. Потому что потом в туалете беспорядок. А ты любишь порядок, как я занято. Я люблю порядок. Вот поэтому у тебя такие флотские привычки. Да, на флоте всегда порядок. Между прочим, устав ботсманской службы, его заставляют штудировать там, так сказать, хлеще всего, он кровью написан. Вот мелочей здесь не бывает. У меня в прошлом году люди здесь на лодку перевернулись. Мелочей не бывает. А так-то у тебя все безопасно? Абсолютно. Люди не пострадали? Все в порядке? Нет, конечно. Там рядом другая лодка, все в жилетах там. И вот у тебя радиостанция не случайно в кармане, да? Ну, да. На одной лодке одна радиостанция, на другой лодке другая радиостанция. Ну, вчера он когда, я же говорю, третья лодка подломилась. Вчера мне по рации сообщили, Юр, у нас двигатели не заводятся. Ну, я поехал и притащил сюда. Нормально. Дело же есть. Пролетариат ты не любишь? А кого любишь? Что или что любишь? Этого нельзя понимать в буквальном смысле слова. Это все-таки фраза немножко фигуральная. Если я приезжаю вот в деревню, у Новосельства, я совершенно спокойно, и мне комфортно, и мне приятно общаться с людьми, которые, ну, не получили, конечно же, такого образования, там, или разговаривать немножко другим слогом и так далее. Мне бессмысленность действий и поступков, которые характерны, мне вот это не импонирует, скажем так. Ну, это же, я не хотел бы, чтобы кто-то меня понял, что я очень люблю народ наш. Говорю это искренне. Страну люблю. И хотел бы иметь как можно меньше общего с государством. Вот. Вот примерно в такой фразе. С государством, вот подальше. не трогай меня государством никаким образом. Ты от государства на реку уходишь? Между прочим, в этом есть своя сорвяжная правда в такой постановке вопроса. Вот здесь не то, что там пробок нет городских, слава богу, но и в принципе, да, действительно, да, действительно ничего нет. Мы, кстати, между прочим, находимся в местах, которые назывались всю жизнь. Нарымский край. Тут до Нарыма 70 километров. тут цельных было. Я вот на Пайдугу ухожу, когда, на Пайдугину, так она официально называется, речка, там кладбище, кресты выше моего роста, там прибалты, значит, очень много было захоронено там и так далее. Вот, конечно, мы немножко здесь чувствуем себя оторвенными от государства, от сегодняшнего. Кстати, любопытный, может быть, момент для кого-то. В 70 километрах от нас, вот где Нарым, есть единственный в России музей Сталина. Сталина? Сталина, который до сих пор действует. Да, сейчас он называется по-другому. Он называется музей политических ссыльных. А экспозиция-то осталась та. Я там был еще, когда он назывался музеем Сталина, я там еще бывал, он просто сидел несколько месяцев в Нарыме в ссылке, а потом ему партия устроила побег. Без него же не могли справиться. Все остальные пускай сидят, а Сталина надо, Кабо надо оттуда, значит, вот, организовать ему. И он на каком-то обласке оттуда, значит, выгребал, вроде бы как, или с ним там кто-то ехал. Скорее всего, с ним, потому что я на обласке до скорых, например, я 20 с лишним лет на реке, я на обласке ездить не могу. Я несколько раз садился и переворачивался. А что это такое? Это удовленная лодочка вот такая, она плоская, там с одним веслом вот так тут сидишь, и ты, если там чуть вот так дернулся, ты понимаешь, что он тут же переворачивается. Вот. И там этот обласок в этом музее, любопытная история. Обласок такой, хороший, прям древненький достаточно. Только делал его мой товарищ лет 12 назад. Ну, понятно, понятно. Не сохранился, понимаешь, он по образцу называется. По образцу ловая тут. Ну, вот какая-то такая история. Вообще, места такие, что, ну, какое государство, где тут вот, где тут, с какой стороны государства? Он иногда пролетает там след самолетиков, иногда теплоходики проходят, и то сейчас судовой ход перенесут два километра выше по протоке Кольжа они будут ходить, а здесь вообще никого не будет на реке. Это лучше? Это лучше, спокойнее, тише, как-то, то есть они ничем не мешают, ну, проходит мимо там толкач с баржами, например, груженными щебнем, ну, и проходит себе, вот, но ты его видишь, и вот как раз возникает та самая ассоциативность с недалекостью цивилизации, а когда не видишь, то даже и это пропадает. Вот ты приехал в гости, вот сюда связь со страной. Ну, замечательно. Давай пока прервемся, проверим, как звук, послушаем, мы еще потом запишем. Ну, как скажешь, хорошо. С тобой интересно беседовать. Спасибо на добром слове, оно и ребенку приятно. Хороший язык, хороший, культурный человек на природе. Вот, да. Смотрите, какая тут красота. Захотелось чаще бывать на природе. Спасибо, Юра. Привет, Я нахожусь на берегу Великой Сибирской реки Опь, в северной части, севернее Томска. Здесь недалеко поселок Парабель. Здесь я нахожусь в гостях у моего друга Юра Кувшинова, Юрия Борисовича Кувшинова. Он здесь каждое лето, по-моему, останавливается. Мне вот интересно, что здесь находится. Юра, привет. Привет, привет. Еще раз привет. Я не знаю, может, мы сделаем еще дальше интервью. Скажи, где мы находимся, что это за место? Ну, на самом деле, это очень большой остров. Он от Колпашева и до Нарыма. Слева Опь, с той стороны острова Кеть. Вот. Ширину он так в отдельных местах километров 30, по большей части километров 10. Тянется достаточно далеко. Ну, в общей сложности километров 120. значит, такой вот островочек. Да, но он рассечен несколькими протоками. Вот. Пойдем посмотрим, где он там. Он там, да? Это маленькая протока, есть протоки и больше. А этот остров как-то называется? Честно говоря, я даже не знаю, но он есть и на спутниковые карты, и общегеографические карты. Здесь вот дальше. Ну, то есть, он не весь так-так устроен. Там дальше есть так называемый лапинбор. То есть, это настоящий бор с сосной, с беломошником, то есть, ягерь-ягерь вот этот. Вот. Я туда на болотоходе скоро болотоход сгружу на берег и туда поеду в сторону лапина бора. Достаточно много боровой дичи. Вот. Встречаются лосики. Ты охотник? Нет. Ну, то есть, у меня есть ружье и есть разрешение, соответственно, все оформлено. Я стрелять не люблю. Почему? Ну, не нравится это. Тебе жалко животных? Да, нет, у меня просто не лежит как-то к этому душа, да, и все. Ну, что вот. Нет, ну, животных понятно, что жалко. Любому нормальному человеку жалко. Даже охотнику по большому счету жалко. И очень часто бывает, когда охотники там спасают животных, которые попали куда-то в беду. Когда охотник охотится, а животное, ну, я не знаю, там, попало между двух деревьев, они тогда забывают об охоте и начинают там освобождать его. Ну, это нормальная реакция человеческая. А вот быть охотником это нормально? Вот некоторые там страсти, охотиться, рыбачиться, у тебя такого нет? Нет. Слава Богу, обошлось. Точно так же со многими другими страстями. У меня есть друзья, которые там, ну, скажем так, игроманы, например, да. Есть очень много друзей, которые футбольные болельщики. Вот сейчас страна у нас понятно, после этого мундиаля так называемого. Мне этот футбол, что он есть, что нет. Я примерно как старик Хаттабыч. Бросил бы каждому по мячу и пускай бегают там. Или как он Райкин в свое время 11 бугаев, да сколько там, 22 бугая, да им бы каждому там они горы свернут. Слушай, а вообще за спорт болеешь там за тех же пловцов, например? Нет, сейчас нет. Это очень тяжелый вид спорта. Дело в том, что ну, мальчик-то взросленький, занимался на самом деле вот профессионально тогда, это были еще 70-е годы, он уже тогда, он спорт, плавание в частности, был очень тяжелым видом спорта. Мы по две тренировки тогда плавали, занимались, тренировались, мы в день проплывали по 10 с лишним километров, причем это не просто там он поплыл и плывешь себе, да, куда-то. это же в разных режимах, это задержки дистанции, это с ускорениями, это очень тяжело. И когда вот время подошло заканчивать занятия спортом, ну, я как бы внутренне перекрестился, потому что действительно, каких-то там выдающихся результатов, ну, да, я был там в сборной команде Российской Федерации, но каких-то там прям вот таких результатов у меня не получилось, потому что у меня было два перенапряжения сердца. Это тяжелый очень вид спорта. Скоро внутренне перекрестился. Ты верующий человек, извини, можно не отвечать? Нет, нет, попов совершенно, так сказать, не чту. Вот эти все вот, раб божий там и так далее, я ничей не раб, вот, и так далее, эти папы католические, что за папа, у меня есть свой папа. Ты ничей не раб, а кому ты должен? Никому. Ты никому не должен? Никому. Дети, может быть. Это понятно. Ну, это... А тебе кто должен? Ладно. Тоже, по большому счету, никто. То есть, ты совершенно свободный человек. Что такое свободный? Вот тоже с философской или своей личной точки зрения? Ну, это возможность... Определений может быть несколько. Могут быть там наукообразные определения. Чего я сказал, для тебя. Ну, я поэтому, да, вот, делать то, что тебе хочется. Вот, если у тебя есть возможность сделать то, что тебе хочется, это очень здорово. к сожалению, очень часто такого не получается у людей, да, потому что, ну, есть ограничения там финансовые, временные там, обязательства, там, работы, ну, и многое, многое другое. Как бы, свобода кажется не всем нужна еще. Ну, часто да. Почему? А потому, что подавляющее большинство народного населения, в моем понимании, законченные попиндосы. Вот, это может звучать, там, я не знаю, кто-то может сказать, что фашист какой-то, это самое. Ну, и бога ради, я сильно даже возражать не буду. Хотя, конечно, совершенно не фашисты и не националисты, и так далее. Ну, потому что, вот, потому что живут на уровне каком-то таком достаточно примитивном восприятии окружающей действительности. Вот, этот примитивизм, он принижает человека, он не дает ему, вот, быть свободным. Человек, это звучит гордо. А когда ты, а какая гордость, если, если у тебя все устроено так, пожрать, поспать, где гордость-то, она откуда возьмется? Самого же, не его. Хотя, дурак никогда не скажет, не согласится с тем, что он дурак. То, что он дурак, может согласиться только умный. Дурак не согласится, что он дурак. Я нет. Нет, ну потому что, я извиняюсь, я совершаю иногда поступки не умные, не мудрые, там и так далее. Ну, как и любой человек, ошибаться же, не ошибается, только кто-то, кто ничего не делает. Я и в этом году, он там, были ошибки. И я это признаю. И по конкретному, этому поводу, я могу сказать, какой дурак, вот, что тут наброил-то? Вот это вот, пожалуйста. Ну, про себя, конечно. Ну, и это тоже нормально. Если бы была машина времени, есть такое событие в жизни, к которому бы ты вернулся и изменил, или поступил иначе? Да, пожалуй. Ну, да, конечно. Много, достаточно много. Я много совершил в своей жизни действий, за которые мне нисколько не стыдно. Абсолютно не вижу в истории своей жизни там, чего-то такого, что, что нужно было бы принципиально переиначивать. Ну, кое-что подправить, я бы с удовольствием подправил. Во-первых, со стороны виднее. Во-вторых, с возраста, с времени. Ну, скажем так, у меня был, банальный пример, у меня был участок на реке, опи там, в районе Мочище, прямо вот, прямо вот у берега. Прямо у берега. И я там строил набережную себе. И я ее построил там. У меня было, у меня сейчас вот лежит, в сейфе на Бронтвафте у меня лежит, разрешение на забор песка из реки. Мне, наверное, единственному такое разрешение дали. Когда я к ним пришел, я говорю, мне бы тут подсыпать, я набережную буду строить, ну и берег вырвать, ну набережная вот так, а берег вот так, вот это, засыпать вот это вот песком. Так были удивлены, говорит, слушай, ну никому никогда не давали, потому что так все бы начнут. Ты пришел первый, с такой постановкой вопроса мы опешили, мы тебе дадим, пожалуй. Мне дали такое разрешение, ну я его продал потом. Чего продал, там сейчас в 300 метрах проходит, условно говоря, этот северный мост, северный объезд, да это золотой участок. Чего продал за пятачок, за какой-то? Ну вот такие вещи, конечно, бы поправил. Понятно. А есть ли вы чем гордиться? Вот это я сделал здорово. Детьми, конечно, детьми, прежде всего, детьми, образованием, тем, что вот мне удается вот так вот жить, как мне нравится, тем, что у меня есть друзья, вот такие, как ты, как очень многие другие. Я даже не буду перечислять, потому что кого ты не перечислишь, а их много, и будет нехорошо, неправильно. Это, я считаю, что это очень, что это очень здорово. Хорошо. Поэтому вот. Я бы тоже считал, что вот, даже быть на природе, это уже богатство. Да. Да, мне здесь нравится. Да, сегодня ветреный немножко, да, сегодня, там, не жарко, но сегодня не холодно, сдуло опять же, того же самого комара, но это неизбежность. там, кто-то может сказать, вот, тащиться куда-то в лес, там же, во-первых, действительно, на воде его меньше, вот. Ну, да, тут хорошо. Но в бару, кстати, про который я только что говорил, и в который я скоро поеду, там было доходим, там лучше. Вот там лучше, там красивее. Ты еще приезжай, Ладно, договорились. Здорово, хорошая идея. Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Дубровскому